Сегодня я расскажу вам про самого доброго самурая. Его звали Цемах Шабат. Надо ли говорить, что этот рассказ стал возможен только благодаря нашим подписчикам. Подписывайтесь на канал МЫР, если еще не, и обязательно лайкайте и пишите комменты. Поставить лайк легко, а благодаря этому мы можем продолжать. Наши рассказы о самураях. А теперь стихи. Добрый доктор Айболит. Он под деревом сидит. Приходит к нему лечиться и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Всех излечит и исцелит добрый доктор Айболит. Кто это? И было двое. Отечественный и импортный. Начну с импортного, ибо о нем известно не очень много. Дело в том, что Корней Чуковский не сам придумал доктора. Эти его стихи – это вольный пересказ книг английского писателя Хью Луфтинга. Про кого? Про доктора по фамилии Дулиттл. Это говорящая фамилия. Дулиттл. Делать малое. Теория малых дел знаете, но вот это она. Доктор Дулиттл живет в Англии в начале 19 века. Лечит животных и может разговаривать с ними. А также дает отпор злым пиратам. А уже прототипом сказочного доктора был знаменитый шотландский хирург 18 века Джон Хантер. Вот сохранил свой портрет в шикарном бархатном камзоле. Но у Чуковского, который сохранил только общую канву и пиратов, был свой реальный герой. Они были хорошо знакомы. Итак, прототип доктора Айболита. Это литовский медик Цемах Шабат. Он был эпидемиологом, сражался с холерой в Астрахани, был общественным деятелем. И за огромные его заслуги ему на родине, в Вильюсе, поставили памятник. Это вылитый доктор Айболит. Цемах Йоселевич, а по-русски Тимофей Осипович, всю свою жизнь выступал за права бедных. Он организовал в Вильюсе бесплатное питание для бедняков. И, кстати, первая в истории молочной кухни. Именно он был автором идеи выдавать молочные продукты для младых матерей. Он открывал детские приюты и издавал доступные памятки по гигиене. И, конечно, бедных лечил бесплатно. При этом ненавязчиво. Известно о случае, когда к нему пришла больная девочка, и Тимофей Осипович молча диагностировал у нее истощение. И выписал ей рецепт, наказав получать лекарства строго у него и строго по утрам. И что это было? Это была бутылка свежего молока. Ну и животных он тоже лечил, хотя ветеринаром не был. Вот кошка на памятнике ему. Это известная кошка. Правда, ее принесла не девочка, а мальчишки. У кошки в пасте застрял рыболовный крючок. И это был сложный случай. Тимофей Осипович долго с ней возился. Но кошка была спасена. И все были счастливы. Удивительным образом доктор Шабат за всю свою жизнь не нажил себе врагов. А среди друзей был не только Чуковский. Известно, что он общался, например, с Альбертом Эйнштейном. А когда доктор Шабат умер, проститься с ним, вышел весь Вильнюс. Ну а теперь про Бармалея. Он, конечно, не самурай, но не могу молчать. Отец Бармалея художник Мастислав Добужинский. Корней Иванович гулял с ним как-то по Петербургу. И вдруг они увидели название улицы. Бармалеева. Это кто? Какой-нибудь шотландец или англичанин Бромлей, чью фамилию так услышало русское ухо. Но Добужинский сказал, нет, это скучно. Бармалей – это страшный разбойник. И сейчас я его нарисую. И нарисовал. С тех пор он такой. А Бармалеев, на самом деле, это русский купец времен Екатерины Великой. Но мы еще не закончили с Эйболитом. Инициатором памятника доброму доктору была его дальняя родственница. Ее звали Майя Плесецкая.